Эти кадры были сделаны около трех недель назад. В субботу один из крупных торговых центров Твери. На территории фудзоны проходит семейный фестиваль. Смонтирован подиум, звучит громкая музыка. На сцене демонстрируют модную детскую одежду. В перерывах ведущие проводят конкурсы и раздают подарки от спонсоров. Как тебя зовут? Аня. Анечка. Стишочек про маму или песенку. Под занавес праздника зрители ждал десерт. Выступление Олега Яковлева, экс-участника некогда сверхпопулярной группы Иванушки Интернешнл. Приезд артиста анонсировали заранее. Неизбалованная тварская публика с любопытством вжала появление бывшего кумира и дождалась. Здравствуйте! Май, поцелую! Зазвучали знакомые хиты. Кукла, тополиный пух, снегири. Можно сказать, классика современной российской эстрады. Зрители подпевали почти каждой песне. Тополиный пух, жара и юны, ночи такие слезные. Во время вступления многие отмечали, что бывший Иванушка выглядит уставшим, даже изможденным. Обычный, энергичный, буквально заряжающий своей экспрессией. В этот раз Яковлев осторожно, как будто с трудом передвигался по сцене. Некоторые зрители обратили внимание на неестественный цвет лица артиста. Сдалека могло показаться, что Олег Яковлев просто загорел. Однако вблизи, внешне спевца способна была просто повергнуть в шок. Музыка Чувствует мое сердце и мой нос, что лето не будет. Так что крепитесь, держитесь, утепляйтесь. И постарайтесь где-нибудь найти себе теплое местечко. Или куда-то съездить. То же самое. Крым, Ялта, все что угодно. Турция, Греция. Все равно нужно запастись загаром, запастись витамином D. Потому что, мне кажется, ничего не будет в Москве и в Твери. Никакого не будет жаркого лета. Так что все мотайте, чтобы пятки сверкали. К чести артиста, заметим, Олег Яковлев до конца отработал программу. Во время выступления он охота фотографировался со зрителями, шутил. А после терпливо раздавал автографы, не отказав ни одному поклоннику. Во время интервью Олег Яковлев неожиданно разогравенничается. По словам артиста, в его жизни бывают сложные периоды. Но с проблемами он привык разбираться самостоятельно. Когда вот такие ситуации, слава богу, не случаются редко, но не бывает. Я не скажу, что все в моем мире безоблачно. Я всех выгоняю из дома. Вот и все, я хочу побыть один. Посидеть, просто поспать, 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 поспать. И в то же время, не знаю, дождаться, когда будет какое-то солнечное утро, открыть занавесочку и просто смотреть на реку. На кораблики, на что-то еще. И потом заставить себя водить там тапочки, кроссовки, пойти просто гулять по древней Москве, просто смотреть одному. Меня раздражают люди, когда мне трудно. Я не привык плакать с жилеткой. Спасибо, Тверичи, за теплый прием, напишет Олег Яковлев вечером на своей страничке в социальной сети. Любопытно, но спустя несколько дней там появится и другая запись. Поздравляю с днем медицинского работника, всех своих друзей и врачей. Благодаря коим я жив и здоров. Пройдет чуть больше недели, и бывшего Иванушку привезут в одну из московских клиник в тяжелейшем состоянии. Артиста подключат к аппарату искусственной вентиляции легких. Менее чем через сутки его не станет. Диагноз врачей у Олега Яковлева был цирроз печени, который спровоцировал пневмонию. Впрочем, некоторые специалисты озвучивают и другую возможную первопричину болезни. Правда, пока очень осторожно и забуалировано. Денис Ренов, Антон Чечен, Твериград ТВ.